Один Дома – фильм, который стал ключевой частью Нового Года по всему миру. Каждая семья на Рождество или в течение новогодних праздников смотрит эту смешную комедию про приключения маленького, но очень шкодливого мальчика по имени Кевин МакАлистер. В первой части родители забывают Кевина дома, но тому не приходится скучать, так как к нему в гости наведываются два бандита – Гэри и Марф. И тогда маленькому мальчику приходится отстаивать свой дом. Это мой дом. Я должен его защищать. После успеха первой части на экраны выходит продолжение, которое также стало неотъемлемой частью на праздничном столе всех кинолюбителей по всему миру. Кевина опять сводит судьба с бандитами, на сей раз в Нью-Йорке. На протяжении всего фильма мы наблюдаем, как МакАлистер будет переделывать мокрых бандитов в липких. А теперь перейдем к главной части ролика, где я собрал для вас 31 крутую деталь из фильма «Один дома» и «Один дома 2». Во второй части в самом начале мы можем заметить, как семейка выходит из дома, чтобы отправиться в путешествие. Если обратить внимание на Фуллера, то можно заметить, что он одет в одежду, которую Кевин носил на протяжении первой части. Тот же шарф и ту же куртку. Для нас это не новость, когда младшенький донашивает одежду за старшим братом, который давно уже подрос. Но все же спасибо съемочной команде за такое трепетное отношение к деталям. И раз мы заговорили о братьях, то стоит отметить, что в реальной жизни Фуллер является родным братом Кевина. Только зовут их Кирен и МакАлей Калкин. В церкви мы наблюдаем за таким диалогом. Мы его друга избили, потому что говорили, что он носит пижаму с динозаврами. В фильме нам не сказали, что это за приятель, да и не совсем это важно по сюжету. Но зная, как создатели относились к деталям при съемке этого фильма, можно заметить, что в конце фильма «Один дома 2» Фуллер одет пижаму с динозаврами. Оказывается, что тем самым приятелем являлся его собственный братик. Но я больше склоняюсь к такому варианту. Зная, что Фуллер донашивает одежду за Кевином, об этом я рассказал на примере его куртки, то можно сделать вывод, что тем самым приятелем с пижамой с динозаврами на самом деле был сам Кевин. Мне всегда казалось странным, что семья в начале фильма пьет молоко с пиццей, но теперь я понял, почему они это делали. Мы знаем, что они уезжают на следующий день, поэтому накануне отъезда их мама заставляет допить молоко, чтобы то просто-напросто не испортилось, пока они уехали из дома. Еще я выделил две главных причины, почему никто из семи не заметил пропажу Кевина. Можно заметить, как билет Кевина заливают молоком, а затем просто выкидывают в помойку, а сверху закидывают другим мусором. Это и становится главной причиной, по которой они не замечают, что кто-то пропал. Если бы билет Кевина не выкинули в помойку, то при посадке родители обнаружили лишний билет и сразу поняли, что забыли мальчонку дома. Но так как билет, можно сказать, уничтожен, то и переживать о пропаже некому. В сцене подсчета детей мы видим, что всего едет 17 человек. Это значит, что в каком-то из фургонов будет ехать 8 человек, а в другом 9 соответственно. Поскольку Кевин проспал, в обоих фургонах было по 8 человек, и в каждом фургоне никто и не подозревал, что одного человека не хватает, так как в каждом фургоне пассажиры думали, что они находятся в группе из 8 человек, а в другой машине едет 9 членов семьи. Ну и соответственно еще одна сцена, по которой не заметили, что Кевин пропал. Оказывается, что в самолете в красном свитере сидит мать режиссера, Криса Коламбуса, а также можно заметить на ее руках его маленькую дочь. Ну а стюардессу сыграла его жена, Моника. Режиссер их сэкономил и запечатлил свою семью в одном из лучших фильмов про Ждество. Еще одна деталь, которая показывает секреты операторской работы, которую можно заметить в этой сцене. Когда Кевин бежит по парку, то на асфальте можно заметить отметку, где должен остановиться актер, чтобы в итоге получился такой интересный и довольно прикольный кадр. Одна очень старая деталь, которую я встречал еще давным-давно, которая показывает весь символизм в фильме «Один дома». Когда Кевин впервые видит пожилого мужчину, которого боится на протяжении всего фильма, то он замечает, как у того ранена рука, о чем свидетельствуют бинты на его руке. Когда Кевин узнает его немного лучше и понимает, что он добрый и хороший человек, то он замечает на руке мужчины пластырь. А в самом конце фильма, когда старичок воссоединяется со своей семьей, его рука полностью зажила и не имеет никаких повреждений. Этим показывается, что можно излечить любую, даже очень старую травму. Один из бандитов, Гэри, которого играет Джо Пеши, носит зажим для галстука в форме пистолета в самом начале фильма, когда прикидывается полицейским, который якобы обходит дома, но на самом деле собирает информацию для своих грязных делишек. Ну а Марф носит фальшивые ноги, в момент, когда Кевин начинает издеваться над ними и защищает свой дом. Я немного подумал и пришел к выводу, что им нужно было использовать именно вот такие ноги. Еще одна деталь кроется в этой забавной сцене. На самом деле подружка База является не девочкой, а мальчиком в парике. Режиссер решил, что шутка будет слишком жестокая для настоящей девушки. И на секунду это было еще в 90-х, до всей этой шумихи с сексизмом и другими трендами нашего времени. Кто знает, выйдя этот фильм сейчас, вполне вероятно, он мог бы словить немалую порцию хейта за буллинг в сторону девушки. Еще один человек, у которого огромное количество хейтеров, и речь идет не о трех или десяти хейтерах, а о целых миллионах, который снялся в этом фильме. И этим человеком был Дональд Трамп, который являлся владельцем этого отеля и разрешил съемочной группе снимать там, при условии, если он попадет в этот фильм. Но я встречал мнение, что он оказался там случайно и просто показал мальчику путь. Еще один грустный момент, который заставил Кевина отказаться верить в Санту. В самом начале фильма Кевин не только проснулся в пустом доме на Рождество, но и, вероятно, понял, что Санты не существует, так как молоко и печенье, которое он оставил для него, не были съедены. Хотя обычно молоко и печенье съедали его родители, а взамен оставляли подарки под елкой. Во второй части Марф думает, что поймал Кевина. А сделан это потому, что помнит шапку Кевина из первой части. Поэтому он и схватил именно этого ребенка. В первой части у семьи Макалистеров действительно была собака. Это объясняет то, зачем в доме было окошко для нее, куда заглянул Марф и получил пулю в лоб. Что касается самой пули. В фильме «Один дома» в титрах указан человек, занимающийся спецэффектами. Но мы знаем, что в фильме их нет, так почему же он там указан? В одной из сцен, когда Кевин стреляет в Марвина, можно заметить пулю. На самом деле это был обычный эффект, причем самый стандартный. Также, когда загорается голова Джо Пеша, то можно подумать, что они просто подожгли пари к актеру. Но это все тот же добрый спецэффект. Кстати, сверкающие зубы Герри также являются обычным эффектом. А его дети ходят в школу здесь. В фильме «Один дома 2», когда мы впервые видим Кевина в Рокфеллер-центр, камера снимает так, чтобы показать его целиком. И в кадре можно заметить, как у здания не горят окна, кроме двух единственных, которые горят в сочетании со звездой на вершине елки. Все это является отсылкой к логотипу компании «Hugest Entertainment», владельцем которой и является продюсер фильма «Один дома». А эта сцена с участием Кевина и фургона, в котором ехали грабители, была снята, а затем на монтаже воспроизведена в обратном порядке. Это заметно под имму справа в кадре, а также по шарфу актера. Точно такой же прием применили во второй части, где в конце фильма можно заметить кадр, где на мокрого бандита налетают голуби. Кстати, после этого он становится не мокрым, а липким бандитом. Кевин хорошо запомнил слова отца и сделал одну из самых коварных ловушек для мокрых бандитов. Сани, на которых радостный Кевин спускается по лестнице, имеют видимые колеса. Это можно заметить в некоторых кадрах, когда он поднимается в воздух. Да и дублер выглядит больше на 30-летнего мужика, чем на маленького ребенка. Во второй части, в отеле, когда работник видит бирку на сумке Кевина, которую он взял у своего отца, мы можем заметить их адрес. Но на самом деле здесь указан адрес реального дома, в котором снималась первая часть «Один дома». А вы не замечали, почему схожи вот эти сцены? По цветовой гамме можно догадаться или обратить внимание на схожесть с фильмом «Оно». Для актера Тима Карри красный цвет определенно является родным. Дело в том, что Тим исполнил главную роль в фильме «Оно» 1990 года. И на протяжении всего фильма я думал, что актера сравнивают с Гринчем. Но теперь что-то мне подсказывает, что эта отсылка совсем не на Гринча, а на старину Пеннивайза. Эта девушка, которая закрывала рождественскую лавку, также отметила своим камео и во второй части. Возможно, ей надоела такая работа, и она решила устроиться в аэропорт. Ну и, конечно, Коламбус не упустил возможности снять свою дочку и жену во второй части. В этой сцене, кстати, сам режиссер держит свою дочку. Друзья, если вам понравились детали из лучшего новогоднего фильма всех времен, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте писать в комментариях, какая деталь вам запомнилась больше всего. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok